До 75 минут играли хорошо, нормально. И моменты были, и все, я не знаю. Самим футболистом мне жалко свой труд. Столько пахать, пахать, для того, чтобы потом взять так вот и дать себе забить. Как бы, опять же будем говорить, да, индивидуальное мастерство игрока Нижнего Новгорода, либо индивидуальное не мастерство наших защитников. После матча с Мордой вы говорили, что до игроков часто не доходит к вашей установке, что вас это бесит, что они там не понимают, что от них требуется. Меняется что-то? Нет, ну я не про установку сказал, а про, да, про, ну, как видно, что тяжело что-то меняется, потому что опять нам забили с углового. Все стандартные положения в наши ворота очень опасны. Все, и опять опасно. Опять человек был один, не разобрали штрафной, забили гол. Это не установка. Установку они как раз выдерживают. И, в принципе, и то, что хочешь видеть, получается. Но в какой-то момент, я не знаю, происходит что-то такое, прекращают, ну, не играть, или концентрация уходит, или что, или усталость. Ну, хотя, тоже усталость, там, нормально бы двигались. Ответственности такой нету. Когда ты в своей штрафной находишься, должна быть ответственность каждый из каждого, за каждого игрока. Ответственность. Не знаю, это, наверное, врожденное, или что, потому что себя вспоминаешь так, упустишь игрока, потом в раздевалку боишься зайти. Ну, там, вартари были такие, спрашивали. Не было такой тактики, как сейчас, когда каждого расписывают. Просто сказали, вот твой игрок, и все. И он не должен забить. Нас пока забивают. Вы себе какую оценку, как главный тренер, за 8 туров, которые вы команду возглавляете, поставили бы сами? Какую я могу себе поставить оценку? Я сказал, что за результат отвечаю я, естественно, это 2. Естественно, 2, потому что можно много говорить, что там что-то там стало получаться, но результата нет, а самое важное это результат. А в чем причина, вот, понять, можно вот так вот, какой-то... Причина, причина нехватка индивидуального мастерства. То есть, не те игроки у вас? Я так не могу говорить про своих футболистов, но давайте так, вот, берем нижнюю ногу, да? Человек получил мяч, троих обыграл, забил гол. У нас такого нет. Мы так не можем. Вот и все. Вроде равная игра, человек исполняет, обладает неким мастерством, обыграет двоих, скажем, и забивает гол. Мы не можем. Скажите, пожалуйста, вы будете принимать участие в подборе новых футболистов? И есть ли уже план работы на зимний период? Естественно, буду я участвовать в этом и подбирать будем футболистов. Работа сейчас ведется, но, опять же, не так все просто. У нас нет таких возможностей для того, чтобы там высокого уровня футболист пришел к нам. Ну что, значит, будем опять 20 отправить, 20 будем брать. Вот это вот ошибка как раз. Вот надо было не отправлять 20, а оставить тех людей, которые в прошлом году себя проявили. Вот там был костяк человек 5-6. Вот их надо было оставить. А вокруг них уже строить команду. А когда так будет происходить, тут все равно какой тренер. Но если он, конечно, придет со своими 20, тогда да. А так, убрали команду и за две недели до начала чемпионата подписывать новых футболистов. Ну, просто подумайте реально, кто за две недели до начала чемпионата свободен из тех футболистов, которые востребованы. Ну, вы фактически шли на расстрельное место. Вам к виску кто-то дул и пистолетом представлял вообще? Кто вас сюда тянул? Вот какой смысл был, что вы идете на провальное место? Слушайте, ну, на самом деле многие тренеры так начинают. Идут на провальное место. Потому что никого не возьмут в команду, где все хорошо, все отлично, все идет, команда наверху. Как обычно берут тренеров или меняют тренеров, когда в команде что-то происходит не так, и команда не дает тот результат, который нужен. Поэтому, в принципе, с одной стороны, знаете, всегда все равно хотелось работать. Так получилось, позвали сюда, но буду работать дальше. Уберут, уберут, посмотрим дальше. В принципе, это работа тренера, как и работа футболистов. И к этому надо быть всегда готовым. Сколько человек, на ваш взгляд, сегодня не соответствует тому уровню, на котором выступает команда? Сколько, давайте по-другому скажем, по-другому скажем, сколько нужно футболистов примерно в состав, хотя бы в состав, для того, чтобы команда стала играть лучше? Ну, пять человек минимум. У вас есть гарантии со стороны генерального директора, руководства клуба о том, что вот именно так и произойдет? Что вот опять сейчас не пройдут эти сборы, все эти люди останутся? Вы потом будете опять говорить, что вот они дадут? Нет, говорит-то, знаете... Гарантии есть, что будет ротация? Ну, гарантию отдать не могу, естественно. Но разговор на эту тему велся, и вроде бы как... Ну, руководство-то, конечно, это все прекрасно понимает, которого ты приближен на команде. Там посмотрим, что там решат выше. А так, знаете, если кто-то думает, что я получаю удовольствие после каждой игры вот так вот сидеть и объяснять, опять же... Ну, сегодня вот вы получили удовольствие, когда люди с восточной трибуны кинулись. Вы знаете, я хочу сказать... На самом деле, в восточной трибуны кинулись люди, это неправильно, да? Но 75 минут люди видели, как команда играла, поддерживала, как никогда. И видел, что пацаны старались. И создавали моменты, и бегали, и бились. И вот эти два ключевых момента, и 0-2, да, можно говорить, что угодно. Но на самом деле, болельщикам, кстати, большое спасибо за всю игру. Когда они поддерживали команду, гнали ее вперед, и они это чувствовали. Но, к сожалению, в футбол решают голы. Я не могу их забивать. А тянет иногда рвануть на поле? Уже нет, я же инвалидный уже, куда нервен. Если бы сустав бы не поменяли, может быть, и рванул бы. Ну, на самом деле. Ну, это вы так скоро инвалидным будете, и в плане голосовых связей. Ну, будете как глухо не может. К сожалению, это работа тренером. Знаете, хорошо быть тренером у команды, которая играет, и только показываешь, там, право, влево, там, здесь под строками. Это, конечно, но это, я думаю, что... Ну, не много таких команд, ну, в России, а уж фонарелки тем более. За эти 8 туров у вас вот осязаемые тренерские ошибки были в каких-то матчах? Вы вот что-то можете сказать? Да, вот здесь я там так сделал неправильно. Или вот это какая-то такая общая серая пелена, вот они вот что-то там не доходят до них. Есть матчи, которые проиграли именно вы? Ну, опять же, естественно, что, это еще раз говорю, виноват в этом я. Виноват в этом я, но если говорить про объективные причины, то у нас редко получается собрать тот состав, который, в принципе, есть, и который мог бы устроить, ну, скажем, борьбу с другими командами. Ну, травмы, это ведь тоже тренерская тема, в принципе, в какой-то мере? Нет. Где-то что-то как-нибудь... Ну, нет, ну, когда конец сезона, ну, слушайте, откуда ты знаешь? Вот мы выходим на искусственное поле, два человека порвалось. Мог об этом кто-то знать? Ну, то есть у вас были именно профессиональные ошибки в каких-то матчах, да? В первых. В первых. Да, потому что, ну, по большому счету, я знакомился с возможностями ребят, но даже дело не в этом. Если мы возьмем «Спартак» 7-2, да, когда мы проиграли, там просто пришлось поставить тех, кто есть. Просто тех, кто есть. Вот ты, вот как бы, вот есть защитники, вот они и есть, все. Есть у нас там опорники вот такие, все, других нет. Поэтому даже если бы, я бы и предположил бы, что нам могут забить 7, я все равно ничего бы не изменил. Ну, только если отменить игру. Владимир Владимирович, были такие у вас эмоциональные какие-то вещи, когда вот после очередного, там, 0-4 или 0-3, там, хотелось там плюнуть, развернуться, уехать? Или с тренерской должности, как и с политбюро, вперед ногами только и все. А вот по-доброй воле человек никогда не скажет. Да нет, вот что-то у меня вот не идет, лучше я вот как? Ну, вот давайте, значит, как бы политбюро. Я не знаю, что политбюро. Ну, да, это последнего, пока палкой. Правильно, есть тренеры, да, есть тренеры, у которых там долгосрочный контракт, у них там прописаны при разрыве какие-то отступные, и, может быть, они сидят и ждут. У меня такого нет. У вас до конца сезона? Да, у меня до конца сезона никаких у меня не прописанных, ни там, отступных, ничего этих нет. Другое дело, вы со своей стороны, там, да уйди ты, да, там, вопросов нет. Не думаю, что придет другой тренер и команда сразу заиграет. Не знаю, может быть и заиграет. Но дело в другом, что мне-то, когда я строю взаимоотношения с пацанами, я же с ними разговариваю, и многие верят мне, и многие, допустим, играют с микротравмами, опять же. Потом они превращаются в травмы. По большому счету, как бы, опять же, претензии к ребятам именно в отношении к делу, да, и не берем игровые моменты, а берем просто борьбу. Они пытаются, они стараются, и подойти искать, все, ребят, свободны. Да можно, конечно, уйти искать, да еще интервью дать, конечно, набрали тут этих. Ну, то есть, это все объясняется в уровне мастерства, уровне тех людей, которые у вас есть. Ну, естественно. Хотя, опять же, ну, так получилось, уже, ну, можно кричать, можно говорить, что угодно, там, мастерство, оно, как бы, не берется так, оно, наверное, с детской юношкой школы берется. Ну, то есть, выше прыгнуть уже не получится, получается, так? Выше прыгнуть, если не будет усиления, то вряд ли. Значит, не подскажете, сегодня не было лидеров команды Коряна, Яковлева, Петрусева, Воробьев так и не вышел на поле. Эти люди, они остаются в команде, или там возможны варианты? Нет, на данный момент они остаются в команде, они все, которые вот сейчас перечислили, это все травмированы. Они все, они не могли с ними выйти на поле. Их не хватало, но они выйти не могли. Спасибо. Программа сборов расписана уже? Конечно. Как-то, сколько их будет? Ну, сначала мы начнем с Сочи, физическая будет подготовка. В январе, в середине? В январе, нет, 9-го числа. Мы собираемся здесь, у нас, ну, после отпуска, как обычно, это диспансеризация. Потом мы едем в Сочи, там, сбор на неделю, это физическая подготовка. Потом мы едем в Турцию, это уже будет смешанная, перемешку, там, и физическая подготовка, и игровые моменты, и игры. Потом у нас Кипр, это игровой сбор. И заканчиваем в Сочи, это уже подготовительный сбор непосредственно к игре. Значит, вы сказали, что команда за один день не строится, но у вас контракт до конца сезона. Опыт показывает, что в летний период очень сложно собрать коллектив. То есть, команда закладывается в зимний период. Есть ли разговоры и обсуждения о продлении с вами и заключении с вами полноценного контракта, чтобы вы могли зимой собрать команду, и в следующий сезон уже войти в качестве тренера команды, которую собирали вы? Ну, у меня, в принципе, не до конца же этого года, до конца сезона. То есть, опять же, мне не нужен срочный контракт, на самом деле. Как наработают, так наработают. Но зимой будут эти моменты, да, вот, наверное, будем искать футболистов, которые усилили нашу команду. А если факел свалится во вторую лигу, вы готовы остаться, или это для вас табу? Нет, готов. Конечно, готов. И если меня оставят, я больше скажу, что если вдруг меня оставят, то это уже будет непосредственно полномерная, серьезная подготовка для возвращения. То есть, уже будете команду строить именно вы, если вы оставите? Ну, на, да. Вы еще, есть театр комедии, есть театр сатиры. В Воронеже у нас в этом году случился театр трагедии. За весь год мы одну домашнюю победу за весь календарь надержали. Просьба следующей весной устроить нам театр побед, чтобы вот эти вот кусочки выведить, да, что есть свои зрители, люди не безразличны. Вы понимаете, вы сейчас мне такие вещи говорите, вы что думаете, я безразличен? Или вы что думаете, мне вот здесь приятно вот это вот, все это выслушиваете и как-то оправдываться? Конечно, я сам хочу, очень хочу. Наверное, не меньше, чем, ну, не меньше, чем вам, может быть, и больше. И серьезно говорю, что и готовимся мы серьезно к каждой игре, и проговариваем все, и настраиваем. И видно это, что, ну, ладно бы они там не бегали, не старались. Тогда это одно. Другое дело, что они стараются, бегают, ну, вот взял человек, обыграл двоих. Что нужно сказать? Вот что можно сказать? То, что вы говорили, между сто. Вот и все. Или, допустим, другое, вот угловой, вот клянусь вам, вот клянусь. Просматриваются игры команды, как разыгрывают угловые, кто подает, кто в какую точку бежит. Все расписываются по номерам, все показывается. Кто виноват? Человек просто спокойно забивает гол. Кто виноват? Тренер? Наверное. Ну, они в этом случае зону должны были держать? Нет, персонально, конечно. Какой зону-то, персонально-то не можем. Ясно. Что в зону, это нужно соображать. Это такая вещь, она может, с одной стороны, и для тех защитников, которые, ну, быстро ориентируются по ситуации, она может быть и лучше. Но, зону, допустим, да, вот тут раз сам играл, попадалось так, что в зоне путались. Вот первого игрока перелетает, а второй находится там в трех метрах. Чья это зона? А есть люди, которые, ну, в отличие, ну, которые хорошо подают, которые подают именно в ту сторону. И тогда, получается, соперник набегает вот между этими игроками. И что делать? Оказалось именно, что именно так было, что они свалили. Нет, нет, нет. Свалились это вот, играли каждый с каждым. Одна группа побежала, второй побежал на дальнюю. Все это прорабатывалось, но тот, кто должен был побежать с этим игроком, он сделал вот так. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.